Неожиданная проблема возникла у молодых мам, живущих в северо-западном районе столицы. В раздаточном пункте детской кухни номер 4 не хватает молока. До открытия пункта еще полчаса, а очередь перед дверями уже собралась. Молодые мамы приходят заранее, чтобы успеть купить заветную бутылочку молока. Мы приходим в молочку за час, чтобы купить ребенку молоко. Это действительно проблемой стало. Дают по одному, по одной бутылке. У меня ребенок засыпает с молоком. В день у нас где-то выходит по 4 бутылки. Мы сейчас и бутылки уже с собой приносим, хотя они считаются одноразовые. На весь северо-западный район работают всего 3 пункта. В этот по адресу улицы Гузовского 30 приходят родители с нескольких микрорайонов. Роща, Новое село, Волжский. В другие идти далеко, особенно с маленьким ребенком. Ходили в другую разточную бутылку. Да, молока много. Дают сколько спрашивают, сколько дают. У нас возникла некая такая борьба за эту бутылочку молока. Звонили на горячую линию Минздрава. Сказали, что вопрос решается. Но когда решится, ответить не смогли. Более того, непонятная ситуация складывается за счет того, что, насколько я знаю, это молоко в тех же самых стеклянных бутылочках, от той же детской больницы, которая производит это молоко, оно продается в коммерческих аптеках. Там оно чуть подороже по цене, но там таких сложностей нет. В этот пункт, по словам родителей, раньше привозили по семь ящиков молока. А в последнее время лишь по одному. При нас из машины выгрузили три ящика. Полчаса и все бутылки разбирают. И те, кто не успел, как говорится, остается ни с чем. По словам жителей, длится все это целый месяц. В самом пункте говорят, что всему виной недостаток стеклянной тары. Нет бутылочек. Завод закрылся, который поставлял бутылки. Поэтому не хватало молока, да? Да. А сейчас с заводом все нормально? Нет, так же не работает заводом. Сегодня просто больше вывозили бутылок, чем вывозили. Да. А с чем связано? То есть откуда вы ездили? Приносят, люди приносят бутылки в обмен на молоко. А такая проблема, вы знаете, только в этом раздаче? Нет, везде. Проблему подтвердил главный врач городской детской клинической больницы. На сегодняшний день производитель стеклянных бутылок для детских молочных продуктов, а именно для молока, акционерное общество Бымковский экспериментальный завод, не имеет технической возможности для производства бутылок данного вида. Возобновление поставок бутылочек для розлива молока, а вместе с тем и продаж стерилизованного молока для детского питания для детей раннего возраста, возможно, не ранее последней декады июня этого года. Причина ясна, остается ждать возобновления производства столь дефицитной тары. Но как объяснить это детям? Юлия Важенина, Валерий Редюков, Республика.